Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшение. Тем, кто у меня впервые, я живу в Канаде, покупаю свои украшения в благотворительных магазинах Second Hand. Показываю украшения с ценами, по которым я купила эти украшения, цены в канадских долларах. Кто у меня впервые, у меня видео на канале не только про украшения, у меня видео на канале есть обзор магазинов, примерки, болталки, переодевалки, в общем, примерки разных нарядов и, в общем, всё, что мы, девочки, любим. Сегодня у нас видео про украшения. Вот я вам показываю быстренько затравку того, что мы сегодня будем смотреть. Быстренько её убираю, чтобы не испортить вам сюрприз. И давайте начнём. Я покупаю украшения не только винтажные, я покупаю украшения всякие, которые мне нравятся. Если чем-то оно меня зацепило, я понимаю, что это украшение современное и стоит оно не очень дорого. Я понимаю, что в магазине за такую цену я украшения не куплю, я его покупаю. Вот, например, одно из первых украшений, которое я вам хочу показать. Вот такое вот сердце на огромной-огромной цепи. Я понимаю, что не все такое любят, не всем такое понравится, и это очень своеобразное украшение. Но я люблю очень крупные украшения, и оно очень оригинальное, чем-то оно меня зацепило. Хотя стоило оно недёшево, аж целых 10 долларов. Это, в общем, не так уж и мало. Я вам часто показываю украшения из магазина, которые я нашла, в общем-то, в глуши, так скажем, подальше от Торонто. А живу я в пригороде Торонто, но есть магазин, который мне надо от меня ещё, от моего пригорода, надо ехать ещё полчаса, минут 40, в зависимости от пробок. Но там цены получше, и товар погуще, но я езжу не только туда, иногда заглядываю в другие магазины, где цены повыше, и покупаю всё равно там вещи, несмотря на то, что... Ну вот если мне нравится, я уж там, ладно, 6 долларов, 10, ладно. Короче, вот такое вот сердце с обратной стороны, вот такое вот оно сделано. Очень грубый такой металл, побитый, очень большая, крупная цепь. И вы знаете, мне так понравилась такая странная, интересная застёжка, большая, очень удобная, и почему-то другого цвета, вот такая вот матового, матово-серого такого металла. Короче, не буду долго на нём останавливаться, вот такая вот цепь, очень классная, мне не знаю почему, но мне она очень понравилась, я захотелось, мне захотелось её купить, просто чтобы была у меня вот такая вот вещь. Не всем она понравится, но я, мне почему-то захотелось её купить. Следующая вещь, возможно, она винтажная, но тоже не очень ценная, потому что сделана из, в общем, очень такого лёгкого, недорогого пластика. Почему я думаю, что она винтажная? По застёжке, по замочку. И стоила она всего 3 доллара, и я подумала, может быть, пусть у меня она будет. Вот что-то меня тоже в ней зацепило, в ней есть маркировка, но маркировка это Гонконг, поэтому где же, где же, вот, сказать, что это что-то ценное я не могу, хотя посмотрите, какая прелестная застёжка, говорит о том, что это, конечно, вещь несовременная. Сейчас такое не делают, таких замочков. Бесподобно красивого цвета, на лето будет шикарно, просто такие вот пластиковые бусины, светло-зелёного и тёмно-зелёного цвета, перемежающиеся вот такими бисеринами. Очаровательное, по-моему, украшение. Опять же, повторюсь, скорее всего, это не современное украшение, вот, замочек нам об этом говорит. Цвет, как вы видите, шикарный, выглядит на шее бесподобно, несмотря на то, что это, в общем, ничего ценного, особенно оно не представляет из себя. Следующее украшение тоже, знаете, я его, так скажем, сомневаюсь насчёт его происхождения. Скорее всего, что это не винтаж, стекло, да, стекляшечка. В общем, стоило 8 долларов, девочки, не знаю. Смущает меня что-то в нём. Просто понравилось оно мне, хотя я насчёт винтажности сильно сомневаюсь. Так, маркировок на нём нету. Знаете, чего мне? Вот такая вот какая-то тоненькая небольшая игла, лёгонькая такое, не очень тяжёлая. Я думаю, что это, по ощущению, это пластик, потому что оно очень лёгкое. Не знаю, что-то я засомневалась. Но вы знаете что, оно очень симпатично сделано. Даже если оно не винтажное, оно сделано под винтаж, все камушки на месте, состояние хорошее, выглядит очень красиво. Выглядит как будто что-то такое старинное и очень ценное. Что вы скажете, девочки? Ваш вердикт? Есть в нём что-то или это просто мне показалось? Ну, по-любому. Выглядит хорошо, выглядит красиво, выглядит изящно и элегантно. Так, следующее у нас вот такая мушка. Ну, очаровательное совершенно изделие. Стоило тоже не очень дорого, 6 баксов, и я решила её купить. Тоже не знаю насчёт... Смотрите, какая, какая очаровательная штука. У неё вот так вот двигающиеся вот эти крылышки. Как-то они называются эти броши мобайл, или как-то так, я уже не помню, если честно. Здесь парочку кристалликов. И обратная сторона. Вот такая вот. Такой механизм там внутри. Короче, не знаю, девочки, насчёт происхождения. Маркировок никаких нету. Винтаж, не винтаж. Застёжка, вы знаете, напоминает где-то винтажную. Видите, вот такая вот. Вот. Но, по-любому, она просто очаровательная малюсенькая брошечка. Господи, упала, уронила, испугалась, что всё сейчас отломится у меня, обломится, но ничего. Упала на пол, и как ни в чём не бывало, всё у неё хорошо. В общем, ничего у нас не случилось. Не сломалась. Осталась жива. Следующая брошь. Это цветок, с которым я немножко накололась. Отдала 6 долларов. На самом деле, потом поняла, что он не совсем целый. Но, если знаете, если не присматриваться, то этого не видно. Просто обидно заплатить как бы цену за вещь, которая обычно стоит целая. А тут немножко повреждённая. Ну, что поделать, сама виновата. Он такой очаровательной красоты был, что я не обратила внимания ни на что. Видите, замочек у него. Вот такой же, кстати, как в мушке, похожий. Но это брошь точно винтажная, из 70-х. И видите, здесь отломан. Здесь должно было быть два листика. Две. Два цветочка, вернее. Но один отломался. Мне так кажется. Или просто краска сошла. Но мне кажется, что... А может, просто краска сошла. Может, я гоню на него просто. Почему-то мне показалось... Вот здесь. Да, отломан. Видите, мне кажется, что вот здесь должен был быть ещё один лист. Ну, в общем, не знаю. Или просто сход эмали. Не знаю. Но по-любому, даже так он выглядит с совершеннейшим очарованием. Эти броши цветы металлические обычно идут без маркировки. Они обычно из 70-х примерно годов. Снаружи он совершенно не выглядит повреждённым. У него абсолютно вся эмаль. ну, чуть-чуть. Чуть-чуть и чуть-чуть вот тут вот... Нет, ничего не погнулось. Видите, чуть-чуть есть сход эмали. Но это, видите, как я приблизила-то. А вот так, если вот он надет на латкане пиджака или на блузе, это вообще совершенно не видно. Очаровательный. Очаровательный цветочек. Сейчас к лету, к весне. Самый раз. Давайте его положим рядом с мушкой. Так, следующее украшение это вот такое вот колье. Оно, безусловно, винтажное. У меня некоторые есть вопросы по поводу этого колье, потому что, видите, как-то... Это маркированное колье. Это колье Кора. Я вам сейчас покажу. Вот здесь вот есть маркировка. Да. Но сделано, но как-то олеповато, я бы сказала. Вернее, нет, не так. Вот эти вот кабошоны, если можно их назвать, я думаю, что это термосет. Термосетовые. Конечно же, это винтаж. Как же они так плохо приклеены? Посмотрите, клей торчит, приклеены как-то не по центру. Причем, практически все. Какой-то, в общем, какой-то беспорядок, вот особенно вот здесь. Я что думаю? Я думаю, что его переклеивали, потому что я не думаю, что Кора вот такой вот налепила. Все-таки Кора довольно известный бренд. Что они вот так вот как-то абы как двумя левыми руками поналепили эти кристаллы. Может, их заменяли, может, здесь были какие-то другие. Потому что у меня даже такое впечатление, что они вроде бы подходят по форме, но они как будто бы меньше, чем вот эта вот сама рамочка, само вот это основание, на которое они приклеены. А возможно, они отклеивались, и хозяйка предыдущая приклеивала сама, приклеивала как могла, не очень качественно, как-то криво-косо. В общем, странно, конечно, странное у меня ощущение, потому что если бы оно было не маркированное, я бы сказала, ну, там, оно, конечно, винтажное, но тоже, наверное, были разные производители, может быть, не очень хорошо делали как-то, ну, в общем, но Кора все-таки как бы известный бренд. Значит, бесподобный вот этот вот цвет камней, не камней, а вот этих кабошонов, интересные вот эти вот звенья, которые перемежают кабошоны, опять же, маркировка с обратной стороны есть некоторые, видите, сход покрытия на вот этих вот звеньях, которые соединяют кабошон с переходником, чуть-чуть оно как бы нет, не самое лучшее, и, конечно, клей везде и всюду, но вы знаете, если их отклеить и хорошо приклеить, то это оно будет, конечно, выглядеть великолепно. Честно сказать, я тоже немножко леворокий мастер. Я могу попробовать, но дать гарантию, что я приклею лучше, чем приклеила дама, которая владела этим колье до меня. Уж не знаю, получится ли у меня, но я могу попробовать. Ну, по-любому, колье очень красивое. У меня, по-моему, были клипсы похожего цвета где-то, вот сейчас не найду, но где-то я, по-моему, недавно покупала. Вообще, оно, конечно, очень-очень симпатичное колье. Так, следующая брошечка у нас буква Ди. Конечно, я не могла пройти мимо, потому что Ди – это мое ютубное имя и фамилия у меня начинается на букву Д, поэтому я, конечно же, его схватила. Стоило оно 7 долларов. По-моему, маркировок на нем никаких нет. Мы сейчас посмотрим. очень красивая, очень элегантная, изящная буква. Маркировок нет, нет. Но посмотрите, как красиво оно выглядит. Белые прозрачные кристаллики все на месте, очень красиво сделано. Очень аккуратненько, элегантно, не прибавить, не убавить. прекрасно будет выглядеть наладками пиджака. Или, если зацепить вот здесь, то можно его сделать как подвеску. Наверное. Ну, в общем, красивая вещь, изящная, очень я ей рада. Следующая у нас это вот, не знаю, что это. Значит, стоила эта штука 7 долларов. Я думаю, что это какие-то, как сказать, украшения на обувь. Как это называлось? Шу-клип. Да, шу-клип. То есть, клипсы на обувь. Или это фер-клип. То есть, вот еще были такие, знаете, брошь на меховую шубу надеть трудно, поэтому были такие, как клип, которые на мех надевались. Но в этом случае, поскольку оно, это украшение двойное, то есть, их два, я думаю, что это все-таки шу-клип на обувь. Как-то так у меня складывается такое ощущение. Тут много чего написано. Сейчас мы все это прочитаем. Значит, я думаю, что это, конечно, тоже винтажная вещь, потому что сейчас такое не делают. Посмотрите, как они сделаны. Интересно. И да, как-то вот произойдет впечатление, что это для обуви и украшения. Вот по форме, по тому, как они сделаны. Интересная вещь. Так, здесь много надписей. Давайте будем читать. В общем, какие-то номера, номера, номера. Написано патент. Это номер патента. То есть, вот такие вещи часто патентовались, потому что это такая вот, видимо, патент на застежку, скорее всего. На клип вот этот. И, в общем, здесь написан патент, написан номер. Много всяких цифр и букв. Я не знаю, где искать. Если честно, я знаю, что есть какие-то каталоги с этими патентами. Я не знаю, где они находятся. Я не могу найти информацию на эту тему. Но где-то они есть, конечно. Но вот ничего найти я и раздобыть не смогла. Но вещь очень интересная. Я не знаю, если буду я их использовать как украшения для туфлей. В моем случае. Ну, как бы это... У меня есть туфли с украшениями и без уже, как бы, готовые, так сказать, без того, чтобы их украшать. Но просто как вещь для коллекции. Я считаю, что очень интересная, поскольку винтажная, с номерами патентов. Это может быть очень интересная коллекционная вещь. Так, еще вот такая у нас брошечка. Веточка шиповника. Почему-то я решила, потому что у нее колючки. Здесь колючки. Это маркированная брошь. 8 долларов отдала за нее. Это, по-моему, по-моему, это Кура. Нет. Это у нас Сара. Сара Канада. Сара Ковентри делала свои украшения для Канады или в Канаде. Некоторые из них делались в Канаде, поэтому она называется Сара Канада. Это именно бренд Сара Ковентри, только вот, который был произведен в Канаде. Знаете, такая очень лаконичная, но при этом очень интересная брошь. Что-то меня тоже очень в ней зацепило. Ну, плюс, это маркированная винтажная вещь. Конечно, всегда приятно иметь ее, но, кроме всего прочего, она... В ней есть, конечно, какая-то вот такая холодная красота. Вот эти вот шипы, как-то, знаете, так... Не просто листик, не просто веточка, а такая веточка с идеей, мне кажется, какой-то такой вот колючести. Не подходи, уколю. Длинная иголка, винтажная застежка, красивый металл, красивый цвет, красивая очень вещь. Ну, и вишенка на торте нашего показа. Снимаю второе видео подряд и уже охрипло, девочки. Это вот такое колье. Давайте мы все немножечко подвинем. Шикарнейшее, ценное колье. Я вам сейчас объясню, почему. Расскажу, что это за бренд. Пока полюбуйтесь. Отдала за него немало, ну, относительно, 15 долларов за него заплатила, но я считаю, что оно того стоило, потому что на реселе я вам поставлю картинку, я его находила, и вообще украшение этой компании стоит больше 100 долларов всегда, по-любому, а то и больше. Значит, это бренд компании. Вот так вот она пишется. Хэйди Даус. Видите? Значит, эта компания не очень винтажная, это более современная компания, но она очень ценная из той же серии, что украшения Джоан Риверс, которые очень высоко ценятся, также и Хэйди Даус. Даус у меня есть несколько украшений, которые я вам покажу, которые мне тоже повезло найти в секунде. Вот так называется бренд Хэйди Даус. У нее всегда очень характерная вот такая вот цепочка, и, по-моему, еще маркировка есть на крючке. Нет, на крючке нет, есть только маркировка на вот этой вот подвеске. Но я, когда увидела, если честно говоря, ее в секунде за 15 долларов, я, конечно, ее тут же не отпустила. значит, великолепные, блестящие кристаллы. По-моему, здесь используются кристаллы Сваровские, поэтому они такие дорогие. Цена очень высокая всегда в самом магазине бренда и на ресейле. Всегда вот такая вот босинка висит под, в тему, висит на конце удлинительной цепочки. без подобной красоты. Блестящие, шикарные кристаллы. Это, я бы так сказала, одно из таких простых и скромных украшений этого бренда. Там, я, может, если найду картинки, я вам поставлю. Там такие бесподобные, шикарные колье, броши, в общем, кольца, браслеты. Она делает это просто необыкновенно. Ну, вот это где-то бренд уровня Джоан Риверс, только немножко другой по дизайну и очень тяжелая, очень качественно сделана. Посмотрите, какие бусины. Великолепное украшение, очень достойный, очень дорогой бренд. Я считаю, что мне невероятно повезло найти такую красоту в секунде. Сейчас я вам покажу, какие у меня есть украшения от этого бренда, которые я находила тоже в секунде и когда-то покупала их прям дешево, прям очень дешево. У меня есть два колье, тогда я их покупала, еще были в те времена, когда в секунде все стоило дешево и все вывешивалось на стенд. Я не помню, я показывала в каком-то своем обзоре, по-моему, в одном из первых. Я тогда заплатила за это долларов пять, наверное. Вот такое вот длинное предлинное колье. Тоже посмотрите, какие великолепные кристаллы. Немножко подвину. Опять же, все, что было видно. Значит, здесь замочек Того и здесь есть маркировка на замочке Того. Тоже, видите, тоже написано Хэйди Даус и тоже Си Эн. Я не знаю, что означает вот эти две буквы Си Эн в ее бренде. Но посмотрите, как все сделано великолепно. И это тоже, конечно, все. Вот это все Сваровский. Очень длинная красивая цепь, очень длинные красивые бусы. Их можно носить в один ряд, можно носить в два ряда. Посмотрите, какое великолепие. И там же рядом на стенде висели вот такой вот короткий, короткий бусы. из той же серии, видите, под со звездочкой. Коротенькие они у них вот такая вот похожа на мои, крючок, удлинительная цепочка такая же, тоже шарик внизу. Они были немножко повреждены. Я все равно их купила, потому что они стоили 2,3, наверное. Тогда еще были такие цены. Видите, здесь, я потом нашла его в интернете, здесь пустое колечко, и здесь свисала такая кисточка из маленьких-маленьких вот таких вот кристалликов, где-то 5 или 6 нитей вместе. И вот такая была кисточка. Она, конечно, потеряна. Очень жаль. У меня так и не дошли руки. Я думала снять вот эту вот бусину с окончания удлинительной цепочки и привезти ее вот сюда. Вот так сделать. или просто попробовать его откусить, это колечко, если это возможно, конечно. Ну, в общем, руки у меня по-любому не дошли ни до того, ни до другого, но я вам просто показываю, какой шикарный у меня есть вот этот набор. Короткая цепь, длинная цепь, тоже куплена в секунде совершенно по случаю того же бренда. Это очень дорогие и очень известные украшения. И вот такая вот удача. Ну вот, дорогие друзья, такой сегодня у нас был показ. Такие украшения я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Если вы у меня впервые, я очень надеюсь, что вы останетесь со мной. Если вы у меня не впервые, то я всем очень рада моим друзьям. Очень буду благодарна за комментарии и за лайки, естественно. и жду вас в следующем видео примерок, обзора магазина, болталок или всего того, что мы девочки любим. Всем пока, всем привет из Канады. Бай-бай.